Здравствуйте, меня зовут Юлия, я детский аллерголог и иммунолог работы в городе Хабаровске и сегодня я хотела бы вам рассказать про пищевую добавку омега-3. Омега-3 это семейство полиненасыщенных жирных кислот, из них важными для организма человека являются эйкозапентоеновая кислота, сокращенно ЭПК, и докозагексоеновая кислота, сокращенно ДГК. Какая же от них польза? Во-первых, они обладают противовоспалительным и антиоксидантным действием, что косвенно благотворно влияет на иммунную систему. Во-вторых, уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у лиц группы риска. У людей, которые уже возникли эти заболевания, они замедляют их прогрессирование за счет снижения артериального давления, уменьшения триглицеридов, повышения хорошего холестерина и разжижения крови. То есть, вылечиться при помощи Омега-3 нельзя, но можно повлиять на причины, которые ведут к формированию, развитию, прогрессированию и осложнению заболеваний сосудов и сердца. Также Омега-3 благотворно влияет на гормональный фон мужчин и женщин, на работу желудочно-кишечного тракта, состояние волос, ногтей и кожи. Благотворно влияет на нервную систему и орган зрения, а у плода играет важную роль в формировании и развитии. Важно отметить, что эти кислоты не синтезируются в организме, но являются эссенциальными, то есть необходимыми. Поэтому в обязательном порядке должны поступать в организм извне, в частности с продуктами. Рекордсменами по содержанию Омега-3 являются жирный сорта рыб и морепродукты. Также они находятся в личном желтке, говядине, бобовых, растительных маслах, таких как льняное, кунжутное, оливковое, в таких овощах как тыква, брокколи, белокочанная капуста, шпинат, щавель, листовой салат. Но современные реалии таковы, что у человека возможно однообразное питание ввиду пищевых стереотипов, вкусовых привычек, финансовых возможностей, а также может быть обусловлено состоянием здоровья, например, пищевой аллергии или непереносимостью. Но и в качестве продукта тоже не всегда можно быть уверенным. И тогда на помощь приходят биологически активные добавки. Напомню, что БАДы, в частности Омега-3, не являются лекарством. Это необходимые вещества для поддержания здоровья организма. И принимать их нужно только в том случае, если вы не уверены, что получаете их в полном объеме с продуктами питания. Итак, вы проанализировали свой рацион и понимаете, что вам необходимо получать Омега-3 в виде добавок. Каковы же критерии выбора пищевой добавки Омега-3? Во-первых, это экологичность и безопасность. Желательно, чтобы рыбий жир был произведен из глубоководных и мелких рыб, так как такие рыбы в меньшей степени накапливают в себе тяжелые менталы, загрязнители и токсины. И во-вторых, это содержание именно эйкоза пентеенового и дакоза гексоенового жирных кислот в капсуле, так как помимо их могут содержаться другие компоненты, маскирующиеся под Омега-3. Выбор препарата будет зависеть от суточного потребления Омега-3. Так, для детей до года она составляет 500 мг, от 1 до 2 лет 700 мг, от 2 до 14 лет 1000 мг и от 15 лет для взрослых средняя суточная норма составляет 1,5-3 грамма. Здесь также важно не передозировать, потому что возникает риск развития кровотечения, так как Омега-3 разжижает кровь. Таким образом, резюмирую, что Омега-3 не синтезируется в организме, являясь при этом необходимым для него веществом. И если ваш обычный рацион не покрывает суточную потребность Омега-3, то вам рекомендуется принимать его в виде пищевой добавки. В частности, для себя и своих детей я выбрала Омегу-3 компании Атоми. Детская Омега производится из мелких рыб, такие как сардины и анчоусы. Они в меньшей степени накапливают себе тяжелые металлы и загрязнители ввиду их короткого жизненного цикла. Выпускаются они в виде рыбок. Капсула желейная, мягкая, ее легко можно прожевать, если ребенок не сможет проглотить. Вкус лимонно-сладкий, из-за наличия в составе лимонного масла, не содержит сахара и искусственных добавок. В одной рыбке содержится 125 мг Омега-3, что позволяет индивидуально дозировать эту добавку для каждого ребенка. Взрослая Омега производится из ментая. Средняя суточная норма в 1400 мг содержится в 4 капсулах. Принимать их достаточно легко, так как размер их средний, в отличие от других производителей. Также я хотела бы отметить, что витамин D. Я считаю это плюсом, так как сейчас очень многие люди принимают его дополнительно. И в данном случае исключается риск передозировки этим витамином. Спасибо за внимание. Продолжение следует...